В эфире мобильный репортер. Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что по вашему мнению достойно внимания, прямо сейчас на телеканале Татарстан 24. С вами Артем Захаров. Здравствуйте. Казанец решил покататься на электросамокате по автомобильным дорогам. Причем молодой человек двигался даже не по краю проезжей части. А в потоке машин. В итоге он чуть не попал под колеса. Инцидент записал автомобильный видеорегистратор. В этом случае все обошлось. Водитель кроссовера успел надавить на тормоз. Ну а владельцу самоката просто повезло. О дальнейшей судьбе экстремала ничего не известно. Следующий ролик снят в набережных челнах. Местный водитель жестко подрезал другого участника движения. Последний в попытке избежать удара залетел на разделительную полосу. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора. Водитель Сандера решил повернуть налево с третьей полосы. При этом он, судя по всему, даже не посмотрел в зеркала заднего вида. Автор ролика был вынужден дать левее, но тормозной путь оказался длиннее, чем рассчитывал водитель. Машина запрыгнула на бордюр и снесла дорожный знак. Большинство казанцев слышали о программе по раздельному сбору мусора. Во многих дворах появились специальные контейнеры для разных видов отходов. Горожанам не раз рассказывали о важности проекта для улучшения экологии. Однако выяснилось, что все не так хорошо, как нам преподносилось. Житель Казани стал свидетелем того, как содержимое контейнеров для раздельного сбора отходов сваливают в один мусоровоз. Он снял происходящее на камеру смартфона. То есть собирать мусор в разные контейнеры смысла нет. Стоит отметить, что в мэрии города уже отреагировали на этот ролик, подтвердив, что это было нарушение. Здесь подчеркнули, что после проверки полученной информации кто-то может быть лишиться работы. Единичный это случай или такое происходит сплошь и рядом, но просто не попадает в объектив камеры, нам неизвестно. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер». И в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Кроме того, отправляйте ролики и ваши истории с помощью мессенджера WhatsApp на номер 8900-321-7722. С вами был Артем Захаров. До встречи.